Привет всем, вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 9 июня. Поехали. Турцию вторые сутки охватывает непогода, сильный ветер, град и обильные дожди. Все это не проходит бесследно. В провинции Ван были зафиксированы порывы ветра до 25 метров в секунду. Местами срывало крыши с домов, валило деревья и рекламные конструкции. Пострадало три человека, они получили травмы средней степени тяжести. Не менее печальная ситуация наблюдалась в другом турецком городе Кайсере. Сильный шторм, с огромным градом и очень сильными порывами ветра. Град размером с грецкий орех повредил транспортные средства, здания и посевные площади города. Хотя граждане пытались прикрыть свои транспортные средства, поставить их под навес или под дерево, чтобы предотвратить ущерб из-за внезапного града, но это их не спасло. Это событие длилось не более 10 минут, а ущерба оно нанесло довольно немало. Крыши зданий, а также навесы были частично повреждены. На фото и видео, которые показали очевидцы этого града, можно увидеть, насколько он был мощным. Поступили жалобы от местных жителей, как минимум два человека получили травмы головы. В столице Турции прошел разрушительный ливень, который привел к масштабным подтоплениям на улицах, в метро и зданиях. Движение на одном из направлений было парализовано из-за наводнения. Ситуация была критической, вода затопила многие улицы и проспекты, машины оказались в ловушке на залитых дорогах. В Синджане также фиксировались подтопления, некоторые районы остались без электричества. Интенсивный ливень вынудил людей искать укрытия на остановках и в метро. Станция метро Бешевлер также была затоплена, пассажиры какое-то время оставались заблокированными на станции. Подземные переходы оказались полностью подтоплены, полиция закрыла въезды и выезды в целях безопасности. Град и ливни обрушились на города и села Алтайского края. Вечером 8 июня в Алтайском крае разыгралась стихия. В селах и городах региона прошли мощные ливни и выпал град. Все это сопровождалось шквалистым ветром. В центре краевой столицы некоторые дороги затопило водой. По словам горожан, из-за этого в некоторых частях города осложнено движение автомобилей. В селе Староалейском Третьяковского района прошел сильный ливень с крупным градом. Некоторые экземпляры достигали размера 3 см в диаметре. После порывов ветра до 19 метров в секунду во время грозы произошел обрыв линии электропередачи, отключение электроэнергии в пригородных поселках, повреждение кровель домов и рекламных конструкций. Ливень днем 8 июня добавил проблем пешеходам и автолюбителям в Новосибирске. В результате сильного дождя затопленными оказались улицы Ватутина, Выборная и Мира. Новосибирцы продолжают активно делиться фото и видео затопленных дорог. Как правило, снимают из салона авто при попытке пробраться через реки воды. Доехать до пункта назначения, однако, получается не у всех, машины блохнут посреди дороги. Плюс в стихии видят разве что экстремалы и любители необычного отдыха. Один из жителей Новосибирска решил опробовать сапборд прямо на дороге, получилось неплохо, но опасно, рядом были машины. Группа туристов была удивлена, когда приехала насладиться лагуной Магдалены в верхней части Кьянтлы, Гватемала. Прекрасные бирюзовые воды сделали эту лагуну чудесной, но сейчас здесь ничего нет. К сожалению, в результате экстремальных высоких температур и отсутствия дождей, это место пересохло. Над Башкирией пронесся страшный торнадо. Непогода принесла разрушение в Обзелиловском районе республики, под поселком Целинным. Страшную картину вихря успели снять многие местные жители. Погодное явление наблюдалось всего около 10 минут. Тем не менее, по данным спасателей, сильные потоки воздуха снесли несколько электроопор и дорожных знаков, разбили автомобиль и повредили постройки одной из автозаправок вдоль трассы. Аналогичное погодное явление наблюдалось и на юге Челябинской области. Вихрь можно было видеть в Нагайбакском районе. Там обошлось без происшествий. Вслед за торнадо выпал огромный град. Жители Агаповского района поделились фотографиями огромного града и сообщили, что он побил машины. Люди прячут автомобили от града под козырьками остановок. Он действительно был крупный, в среднем размеры до 4 см в диаметре. В Вайоминге обрушился большой кусок извилистой дороги через горный перевал, оставив зияющую пропасть на шоссе и прервав хорошо налаженное пригородное сообщение между небольшими городами на востоке Айдаха и туристическим центром Джексоном. Снятые с дрона, показывают, что дорога Титон-Пас изрезана глубокими трещинами, а большая часть тротуара вообще исчезла. В Оренбурге разбирают последствия урагана. Ночью штормовой ветер сносил деревья, а из-за сильного дождя в степном протекли крыши. Дождь шел всю ночь, над городом сверкали молнии и грохотал гром. Сотрудники коммунальных предприятий устраняют последствия непогоды. В городе повалено множество деревьев. Дожди и грозы с сильным ветром идут в Оренбурге третий день. Минувший ночью штормовой ветер сносил деревья. Село Александровку и вовсе подтопило. Вода зашла во дворы и дома на нескольких улицах. Пострадавших нет, о повреждениях газовой инфраструктуры или отключениях электроэнергии пока не сообщалось. Вдобавок в Оренбургской области прошла еще и пылевая буря. Это уже вторая буря за эту неделю. Видимость в некоторых районах не превышала и 20 метров. Порывы ветра составили 20 метров в секунду. Сильный ливень обернулся настоящей катастрофой для индийского города Пуна. Дождь шел стеной как минимум два часа. За это время река успела выйти из берегов. В пригороды мощные потоки уносили местных жителей. Уровень паводка превысил отметку в 50 сантиметров. Это второе наводнение в городе спустя три дня. В самом городе практически парализовало движение транспорта. Также в Пуне возникли серьезные перебои с электричеством, без света остались несколько тысяч человек. Некоторые жители восприняли эту новость с энтузиазмом и с удовольствием плавали на матрасах по затопленным улицам. Синоптики прогнозируют еще как минимум два дня ливневых осадков. Вулкан Сан-Крестоболь на северо-западе Никарагуа в Латинской Америке активизировался в субботу, произведя три выброса газа и пепла. Местные власти распорядились об эвакуации 3000 человек, живущих в непосредственной близости. Это самый высокий и один из самых активных вулканов в стране. Вулкан расположен в 135 километрах к северо-западу от столицы Никарагуа-Монагуа, в которой находится крупнейший аэропорт страны. Пока вулканический пепел, выброшенный вулканом, авиасообщению не угрожает. Сильная засуха является причиной массовой смертности рыбы в штате Чуауа, Мексика. Тысячи мертвых рыб были обнаружены на поверхности лагуны в северном мексиканском штате Чуауа, а местные власти обвиняют в этом сильнейшую засуху. Гибель рыб в лагуне Бустилис, недалеко от Анауака, произошла во время длительных засушливых периодов, когда температура поднималась более чем на 40 градусов по Цельсию. Такой период длится уже более месяца. Официальные лица заявили, что уровень воды в лагуне опасно низкий. Честно говоря, это ужасные кадры. Экстремальные осадки более 100 мм за относительно короткое время вызвали вечером 8 июня наводнения возле Дэчфайстритс в регионе Штирия в Австрии. Уровень паводка превысил 1 метр. Жителям Дэчфайстритса в Штирии больше не разрешается покидать свои дома после сильных штормов. До центра города можно добраться только на лодке, машины смывает. Община предупреждает о острой опасности для жизни. В дополнение к нынешним наводнениям ожидается еще один штормовой фронт с выпадением до 100 литров осадков на квадратный метр, сообщила вечером община к северу от Граца. Власти в Австрии призвали всех горожан оставаться дома из-за опасности для их жизни, пока ситуация не стабилизируется. Северо-восток Китая пострадал от масштабной грозы, во многих местах выпал град крупного размера, а также местами затопило. Максимальные порывы ветра составили 27 метров в секунду в городе Дунхуа. Этот город ровно год назад пострадал от рекордного града, который обрушился на него. Отдельные градины весили около 200 граммов и достигали в диаметре 11 сантиметров. В городе повреждены фасады и крыши зданий, кое-где выбило стекла, а где-то досталось и автомобилям. В других провинциях град был не особо крупным, но выпало его довольно много. Испанские регионы Альбасеты и Мурсия оказались во власти непогоды. Град, ветер и обильные осадки тревожили местных жителей почти 6 часов. Порывы ветра превышали скорость 22 метра в секунду, а размер градин в диаметре достигал от 3 до 4 сантиметров. На некоторое время из-за непогоды даже движение по дорогам остановилось, так как проезжая часть оказалась под слоем града или по ней неслись потоки воды. Сильные дожди и наводнения также затронули часть соседнего региона Мурсия. Спасатели отреагировали на 56 инцидентов, связанных с проливным дождем, в основном в муниципалитетах Агилас, Мурсия и Картихена. 4 тысячи человек пострадали от наводнения в Колумбии за текущий месяц. За последние несколько дней там выпало рекордное количество осадков. Подтоплены десятки домов, повреждены линии электропередачи. Под воду ушли сельскохозяйственные угодья. Фермеры жалуются, что потеряли урожай. Власти оценивают ущерб. По прогнозам синоптиков, в Колумбии вновь ожидаются интенсивные дожди и ураганы. Это последствия природного феномена Эль-Ниня. На департамент Баранкилия вновь обрушился ливень. Водные потоки буквально заполнили улицы и смели автомобили. Очевидцы опубликовали в интернете множество снимков, на которых видно последствия непогоды. Магнитная буря впервые с начала мая, когда на Солнце произошла серия мощных вспышек, сопровождалась выбросом протонов, разгоняющихся до высоких скоростей частиц, способных влиять на оборудование на орбите. Три сильных вспышки на Солнце произошли в ночь на 8 июня, одна из них была очень мощной. Вспышка 9,8 сопровождалась выбросом корональной массы. Такие частицы называют солнечными космическими лучами. Они приобретают огромную энергию. Для космических аппаратов и космонавтов на орбите энергичные протоны могут создать определенные проблемы. Накануне Национальная метеорологическая служба Метеофранс объявила оранжевый уровень погодной опасности в 22 департаментах страны. Особенно это касалось территорий в долине муниципалитета Тейзи. А буквально на днях тут можно было наблюдать жаркую погоду, установившую рекорды высоких температур до 40 и выше градусов по Цельсию. Во время этого шторма некоторые градины превышали 4 см в диаметре. Был отмечен большой ущерб, особенно растительности. Лесные пожары продолжают охватывать новые районы в Мексике. На данный момент вспыхнуло 58 очагов лесных пожаров в 15 штатах, переживших засуху из-за сильного ветра. По информации местных властей, сгорело уже более 3800 гектаров леса. Регион объявлен зоной экологической катастрофы, тушению пожаров привлечены силы Национальной гвардии и мексиканской армии. В настоящее время в борьбе с пожаром участвуют более 350 человек, достаточное количество техники, а также вертолеты. В некоторых частях юго-восточной Небраски также был отмечен крупный град. В городе Беатрисо округа Гейдж выпал град размером с бейсбольный мяч, оставив после себя ущерб. Наибольшего размаха стихия достигла около обеда. Событие длилось 15 минут. СМИ сообщают о нескольких торнадо в Небраске, Айове и Вайоминге, однако официального подтверждения этой информации пока нет. За последние сутки на Земле произошло 172 землетрясения с магнитудой равной 2 или более. Землетрясения с магнитудой равной 4 или более произошли в 20 странах, в каких именно, вы можете видеть на своих экранах. Спасибо вам, за просмотр выпуска, спасибо за внимание. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова